Здравствуйте! Тема урока – отличительные признаки отделов растений. Сегодня на уроке вы научитесь описывать отличительные признаки растений на примере водорослей, маховидных, папоротниковидных, голосеменных и покрытосеменных растений. Смотря на некоторые растения, невозможно предположить, что это растения. И наоборот, некоторых животных можно спутать с представителями царства растений. Современная флора представлена несколькими отделами. Обратите внимание на порядок эволюции растений. Первыми образовались бактерии и сине-зеленые водоросли. Далее псилофиты, плауны и хвощи, папоротники, хвойные и покрытосеменные. По строению все растения делятся на две группы. Низшие растения, у растений этой группы нет тканей и органов. Среда обитания низших растений водная, то есть там, где они изначально произошли миллионы лет назад. К низшим растениям относят водоросли. Вторая группа растений – высшие растения. У этой группы в связи с переходом из водной среды обитания в наземно-воздушную произошла дифференциация клеток, появились ткани и органы. К данной группе относят следующие отделы – махообразные, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Водоросли – наиболее древняя группа растений. Они прошли длительный эволюционный путь. Водоросли относят к низшим растениям, так как их тело состоит из одинаковых клеток и называется слоевище или талом. У некоторых водорослей имеются резоиды – нитевидные образования, предназначенные для прикрепления к субстрату. Для лучшего прохождения фотосинтеза у многих групп водорослей сформировались дополнительные пигменты. Каждая группа водорослей имеет свой специфический набор пигментов, и это отражено в их названии. Таким образом выделяют зеленые водоросли, бурые и красные. Отдел водорослей является одним из главных поставщиков кислорода. Также являются продуцентами органических веществ. Место обитания и размножения многих водных организмов. Махообразные – высшие травянистые растения. Одна из первых групп растений, приспособившихся к жизни на земле. У махообразных уже имеется дифференциация клеток. Появляются важные органы – стебель и листья. Так же, как и водоросли, махообразные прикрепляются к субстрату с помощью резоидов. Махообразные размножаются спорами, которые созревают в спорангиях, так называемых коробочках. Среди махообразных выделяют две группы – листостебельные, самый многочисленный класс растения имеют стебель, лист, резоиды. Наиболее яркими представителями этого класса являются кукушкин лен и торфяной мох. Вторая группа – печеночные. Встречаются на побережьях, болотах и скалистых местности. Ярким представителем является маршанция. Предлагаю вашему вниманию видео о представителях махообразных. Торфяной мох растет во влажных местах, на болотах и непосредственно в воде. Помимо живых клеток, они содержат и мертвые клетки, называемые гиалиновые клетки, в которых запасается вода. Торфяной мох поглощает значительное количество воды. Следовательно, они играют важную роль в сохранении водных ресурсов в растительных сообществах. Они предохраняют почву от чрезмерного испарения. Верхушечная часть стебля растет непрерывно, а нижняя засыхает и превращается в торф. Кукушкин лен растет во влажных лесах и заболоченных районах. Он растет сплошным дерном, покрывая почву и камни. Образует зеленый настил. Мох, как видно из названия, напоминает по внешнему виду метлу. Растет в сухих лесах и лугах. Образуют серо-зеленые дерновники в буковых лесах. Плотный покров этого мха удерживает большое количество воды. Плагиомниум волнистый покрывает мертвую и гниющую древесную породу. Предпочитает расти во влажной местности. Печеночник является представителем семейства печеночных мхов. Растет по берегам рек, во влажных лесах, в заболоченных районах. Гометофит печеночника имеет форму облиственного побега. Папоротниковидные растения имеют более совершенное строение, чем махообразные. У них имеются опорные и проводящие ткани, что позволило им приобрести не только травянистую, но и древесные формы. В современной флоре чаще встречаются травянистые формы папоротников, но раньше в Палеозойской эре господствовали древесные формы. Длилось их господство 65 миллионов лет. В честь папоротников в Палеозойской эре назван период карбон или каменно-угольный. За период своего господства папоротники отмирали и формировали залежи каменного угля, которые сейчас добывают и перерабатывают люди. У папоротниковидных растений имеется стебель, листья, корневище, видоизмененный подземный побег. Листья папоротников большие, расчлененные, называются вайя. Папоротники размножаются спорами, которые находятся на обратной стороне листа в специфических образованиях, сорусах. Голосеменные наиболее древняя группа семенных растений. В современной флоре голосеменные представлены в большей степени хвойными растениями. У голосеменных впервые появляются корни и семена, как орган размножения. У хвойных растений листья имеют видоизмененную форму и называются хвоинки. Семипочки, из которых развивается семя, имеют защитный покров и располагаются на листовидных чешуях, собранных в шишки. Голосеменные распространены повсеместно, этому послужило семяное размножение. К отделу голосеменных относится удивительное растение, произрастающее в пустыне намиб. Эта вельвичия удивительная. По научной классификации ее относят к деревьям, но ее внешний вид напоминает травянистое растение. Отдел покрытосеменные или цветковые. Как понятно из названия, у растений данного отдела появляется новый орган, цветок, на месте которого в дальнейшем формируется плод. Второе название отдела также может дать подсказку о строении. Семипочки защищены стенками завязи, которая защищает семя. Покрытосеменные представлены во всех жизненных формах. Деревья, кустарники, травы и лианы. Переходим к практической части урока. Лабораторная работа. Тема определение отличительных признаков отдела растений водоросли, маховидные, папоротниковидные, голосеменные и покрытосеменные. Цель работы. Выявить особенности строения основных групп растений, оборудование, иллюстративные материалы водорослей, маховидных, папоротниковидных, голосеменных и покрытосеменных растений. Лабораторная работа состоит из четырех заданий. По завершению необходимо сделать вывод. Задание 1. Рассмотрите иллюстрации каждого из предложенных отделов растений. Водоросли относятся к низшим растениям. Маховидные, папоротниковидные, голосеменные, покрытосеменные относятся к высшим растениям, так как имеют ткани и органы. Анализируя морфологическое строение представленных отделов, можно сделать вывод, что наличие органов и их строения у представленных организмов различное. Задание 2. Выясните наличие органов у различных отделов растений. Отдел водорослей имеют талум или иначе называют слоевище и резоиды. Махообразные в своем строении имеют листья, стебель, резоиды и коробочку со спорами. Папоротниковидные имеют в своем строении корневище, подземный стебель, большие рассеченные листья, называемые ваями. Папоротники размножаются спорами, которые находятся на обратной стороне листа в сорусах. В строении голосеменных и покрытосеменных появляются корни. Стебель имеет одревесневевшую форму. Листья хвойных растений имеют видоизмененную форму и называются хвоинки. У голосеменных и покрытосеменных растений имеются семена. Цветки и плод имеются только у покрытосеменных растений. Задание номер 3. Обратите внимание на наличие и строение рассматриваемых органов. У водорослей и маховидных имеются резоиды. У папоротниковидных появляется корневище. Лист и стебель у водорослей отсутствуют. Отдел маховидные и папоротниковидные имеют листья и стебли. У голосеменных и покрытосеменных растений имеются корни, стебли, листья. У покрытосеменных имеются цветки, на месте которых развивается плод, а в дальнейшем семя. Задание номер 4. На основе проведенных наблюдений заполните таблицу. Отметьте органы, поставив плюс, если они имеются у растений. Давайте проверим ответ. Резоиды имеются у водорослей и маховидных. Корень характерен для голосеменных и покрытосеменных. Стебель и лист имеются у маховидных, папоротниковидных, голосеменных и покрытосеменных растений. Спарангии развиваются у высших споровых растений, маховидных и папоротниковидных. Семена характерны для высших семенных растений, голосеменных и покрытосеменных. Цветок и плод характерен только для покрытосеменных растений. В ходе лабораторной работы выяснили особенности строения основных групп растений, Эволюция и усложнение растительных организмов происходило постепенно. Подведем итог урока. Отличительные признаки отделов растений доказывают, что с ходом эволюции строение растений изменилось и усложнилось. Появление новых органов в строении организмов обусловлено адаптацией растений к условиям их обитания. Урок окончен. До свидания. Продолжение следует.